Итак, здравствуйте еще раз, уважаемые вебинаристы, уважаемые очные участники. Может быть, к нам кто-то сейчас еще присоединится. У нас сегодня такая, как мне кажется, достаточно простая тема. Должен ли дизайнер уметь рисовать? Такой вопрос, ну, который, в общем, на самом деле ответ на него сразу, честно скажу, очевиден, правда? Но, тем не менее, есть некоторые аспекты, на которые я хотел бы обратить внимание. Итак, значит, вот это наш замечательный вебинар, это его гордое название. Почему дизайнер должен уметь рисовать? Зовут меня, действительно, моя фамилия Красновский, зовут меня Дмитрий, отчество Валерьевич. И здесь вот в специалисте я преподаю разные-разные вещи, связанные с рисунком, с графикой, с дизайном, с фотографией, с видео. Ну, в общем, со всем, что хоть немножко имеет отношение к изобразительной практике. И для печатной подготовки, и программы, естественно, графические и так далее. И вот, собственно, что мы теперь с вами должны, то есть можем сделать. Уважаемые участники, значит, если вы хотите участвовать в разборе работ, вот есть у меня такая традиция, такая практика, которую я последний уже, наверное, год провожу, что если вы хотите поучаствовать в разборе ваших или каких-то работ, значит, можно сделать следующее. Можно прямо сейчас написать мне на e-mail, вот на этот указанный. Можно прислать мне до трех работ, давайте договоримся. Ну, потому что, если будет, ну, в принципе, можно и больше, если уж душа просит, да, но обычно все-таки я прошу ограничиться там тремя-четырьмя работами, если вам интересно мое мнение. Значит, постарайтесь, пожалуйста, чтобы по возможности у них было хорошее техническое качество. Это значит, что они должны быть не очень маленькие. То есть, если у вас есть какое-то хорошее дизайнерское произведение, оно снято в потьмах на телефон, на плохой, да, и это еще к тому же как-то сильно сжато там в программах обработки, то лучше такое не прислать, потому что оценить будет сложно. Вот, значит, соответственно, если вот вы такое письмо мне решите прислать, пожалуйста, в заголовке письма укажите вот это вот слово «разбор», да, чтобы я пошел на почту и понимал, о чем идет речь. И видел сразу те письма, которые связаны с разбором этих вот самых работ. И, собственно, традиционное тоже такое уже пожелание. Если вы хотите, чтобы я критиковал пожестче, можно об этом специально указать, потому что я по умолчанию делаю это достаточно, так сказать, гуманно, да, и, ну, так сказать, позитивно, что называется, потому что многим нужно скорее такой легкий, приятный, позитивный стимул, чем жесткий, негативный. Вот, в силу этого вот такие вот ограничения, вот такие условия. Уважаемые вебинаристы, ну, собственно, как и очные участники, если вы решите мне отправлять свои работы, пожалуйста, сообщите мне об этом. Напишите мне в письме, да, что вот я отсылаю вам сейчас работу или собираюсь отослать вот сегодня-сейчас. Пожалуйста, если возможно, сделайте это прямо сейчас, если вы уже решили, что вы будете это делать. Для того, чтобы я понимал, что мне нужно пойти на почту, что там есть работы, которые люди отправили, да, которые будут ждать каких-то, так сказать, моих реакций, отзывов и так далее. Пожалуйста, об этом сообщайте. Иначе в последний момент просто получится, что я могу не успеть, да, посмотреть на ваши работки. Вот, то есть от вас требуется сейчас просто короткий сигнал о том, что да, я буду отправлять работы, и мне этого вполне будет достаточно. Вот, значит, это по поводу такой вот, ну, вводной, скажем так, части. Теперь мы с вами можем говорить уже непосредственно о нашем вопросе. Действительно, должен ли дизайнер уметь рисовать? Как мне кажется, этот вопрос действительно довольно абстрактный. Он достаточно хорошо известен в профессиональной среде. Я, готовясь к нашему вебинару, зашел, конечно же, на разные сайты, посмотрел в интернет, и этот вопрос задают огромное количество людей, да, людей, которые собираются заниматься графикой, которые собираются дизайном заниматься. И этот же вопрос мне довольно часто задают люди, которые непосредственно у меня занимаются у группов. По дизайну, вот по дизайну рекламы, у меня есть курс, который называется «Визуальные коммуникации в дизайне», да, то есть вот это то, что связано с трендами, то, что связано с характеристиками вообще различных дизайнерских продуктов. И, в общем, я вам скажу честно так, что я этот тезис, я уже говорил, но я повторю, потому что здесь его уместно повторить, что если я вижу, что меня спрашивает человек не рисующий, а такие бывают, да, есть такое распространенное мнение, что можно работать дизайнером, не умея рисовать. Оно, к сожалению, есть, поэтому, собственно, и вопрос этот существует, поэтому сейчас мы его и обсуждаем, да. Так вот, если я вижу, что его задает человек, который не умеет рисовать заведомо, то я понимаю, что он скорее ищет у меня не помощи, и он, в общем, не объективности ждет, а он ждет того, что я его поддержу в эту нелегкую минуту, когда, не умея рисовать, он решил стать дизайнером. И в ответ, обычно, на такое вот сообщение, я ему говорю, что, ну, конечно, можно обойтись без рисунка, конечно, можно быть дизайнером, потому что компьютерные программы есть, да, которые можно использовать, есть много всяких клип-артов, да, то есть, ну, заготовок, шаблонов, которые можно использовать для работы с дизайном. И, вроде бы, этого достаточно, но это, конечно, не так. Если говорить совсем честно, я немножко жульничаю, потому что, на самом деле, объективно говоря, конечно же, дизайнер должен уметь рисовать, на мой взгляд. И если такой тезис кажется, ну, так сказать, голословным и не очень убедительным, то вот, собственно, на что я хотел обратить внимание. То есть, я хотел предложить вам потратить 10 минут времени, просто подумать о том, да, вот, собственно, почему это так, а не иначе. И в этом смысле я бы предложил вам задуматься сначала вот о каком вопросе. Собственно, что делает дизайнер? Давайте задумаемся об этом важном вопросе. Если мы хотим получить ответный вопрос, да, должен уметь он рисовать или нет. Дизайнер, с современной точки зрения, это человек, который организует пространство, живет в среду. Это его первая и самая главная функция. И в этом смысле получается, что для того, чтобы заниматься дизайном, в прямом смысле рисовать вроде бы как нет необходимости. То есть, иными словами, дизайнер, как человек, который аккумулирует какие-то знания, да, аккумулирует какие-то культурные ценности и собирается, да, некоторые объекты реальности, да, так сказать, генерирует, да, некоторые новые объекты реальности. Он же не рисует в прямом смысле, да. Много ли нужно рисовать, быть, насколько нужно быть художником, человеком, который, я не знаю, там, разрабатывает новый станок, да, ну, так, формально говоря, наверное, не очень. То есть, первая задача дизайнера, это действительно, это создание новых объектов. И в этой практике создания новых объектов рисунок и рисование как таковое прямого вроде бы смысла и прямого значения не имеет. Мы это сами можем вполне отчетливо понимать. Что еще делает дизайнер, кроме того, как он создает и генерирует новые объекты? Я вот на этот тезис хотел обратить особенное внимание тех, кто раньше никогда не присутствовал на подобного рода семинарах и никогда не учился на курсах по основам дизайна, потому что существует такое расхожее мнение, такая расхожая ошибочная идея, что дизайнер – это такой рисовальщик. Он как бы берет какие-то картинки рисует, да, то есть вот мы смотрим журнал, мы видим красивую иллюстрацию, и есть люди, которые говорят, что ну да, это вот дизайнер журнала, вот он занялся оформлением этого журнала. Дизайнер не занимается оформлением журнала, дизайнер, еще раз повторю, это не художник. Дизайнер – это человек, который организует материал, который организует пространство, который организует внимание зрителя, да, который направляет его в нужное русло. И в этом смысле дизайнер реклам, например, это человек, который организует вот этот весь информационный поток таким образом, чтобы человеку было интересно, чтобы он его воспринимал позитивно, а не просто воспринимал, то есть чтобы у него формировался некий образ. И вот с этим, собственно, и занимается дизайнер. То есть я в данном случае не то чтобы пытаюсь убедить, но я обращаю внимание на то, что формально говоря, дизайнер, создавая вот эти новые объекты, он их не обязан рисовать, он их просто генерирует, он их просто придумывает. Можно делать это, грубо говоря, как курица-лапа и прочее. Это вполне будет дизайнерский считаться продукт. Значит, что еще делает дизайнер? Дизайнер с точки зрения современного понимания, он создает новые процессы, процессы взаимодействия между объектами. Потому что если человек, дизайнер, придумал некоторый новый инструмент, условно говоря, не молоток и не шуруповерт, а нечто, допустим, среднее, ну так фантазирует, то понятно, что этим новым инструментом можно совершать некоторые новые действия, которых до этого еще не существовало. Некий дизайнер изобрел этот самый, как он называется, эту штуку, которая в пальцах крутит, которая год назад стала популярной. И, собственно, это новый был объект, с которым мы обращались новым совершенно образом. Если бы дизайнер изобрел новый кофейник с двумя, например, носиками, через который можно что-то наливать сразу в две чашки, то, соответственно, появилось бы новое действие. Там две чашки одной рукой нужно было бы как-то научиться брать, для того, чтобы использовать этот объект. То есть еще раз, дизайнер разрабатывает новые объекты, и дизайнер создает новые процессы. Для новых процессов тоже, вроде бы, получается, не нужно уметь рисовать. Если тезис вот о том, что я сейчас сказал по поводу рисования, в смысле по поводу новых процессов, кажется таким немножко туманным, то я хочу обратить внимание на то, что существует ведь дизайн так называемой пользовательской среды. Мы все с вами пользуемся мобильными телефонами, да, и смартфонами так называемыми, и мы с вами прекрасно знаем, что если там пальчиком провести в одну сторону, да, там страницы перелистываются, в другую сторону там страницы, да, там увеличивается, раскрывается, это действие, и это придумывает дизайнер, специалист по вот этим интерфейсам, да, и по пользовательскому взаимодействию, да, так что дизайнер создает процессы, еще как создает, да, но это не рисование. Опять же, мы с вами загадочным образом оказываемся в ситуации, что дизайнер много чего делает, да, но получается, что рисовать для этого совершенно по-прежнему необходимо. Значит, соответственно, что еще делает дизайнер? Дизайнер оптимизирует существующие процессы, и это третье направление работы дизайнера. Он берет те процессы, которые существуют, он их делает легче, он делает их проще, он делает их качественнее и удобнее, да, и вот это на самом деле, если говорить так серьезно, это главная функция дизайнера. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание на принципиальное различие к подходам к дизайну, да, потому что есть, вот повторю, такое понимание, что дизайнер – это такой человек, который, ну, как сказать, развлекательно рисует. Он рисует просто всякие милые, смешные картинки. Так вот, это не дизайнер, это иллюстратор называется, да, это называется художник как угодно, но не дизайнер. Дизайнер организует процессы, и он оптимизирует эти процессы. И в этом смысле он, опять же-таки, получается, не рисует. И четвертая вещь, которую тоже делает дизайнер, который от него непосредственно зависит, дизайнер создает культурные ценности. Что такое культурная ценность? Ну, конечно, в самом простом смысле культурная ценность – это рисунок, это некое графическое произведение. Но ведь мы, да, начальники, Анна, должны знать это, потому что это важно, конечно, как же без этого-то, да. Начальники должны очень хорошо знать такие важные вещи, о которых мы с вами говорим, естественно. Ну вот, так вот, значит, да, продолжая эту историю, мы должны с вами понимать, что дизайнер создает еще и культурные ценности. Культурные ценности, повторю, это не рисунки. Культурные ценности – это, собственно, объекты искусства. Классный мотоцикл – это культурная ценность. Классный станок – это культурная ценность. Здание – это культурная ценность. И так далее. То есть, опять же, получается, смотрите, какая вроде бы история, которая вас втягивает, что для того, чтобы создать хороший станок, можно создать культурную ценность, он будет сделан очень красивыми вводами, он будет очень функциональный, он будет очень эргономичный. Но эргономичность – это же не рисование, опять же, и спрашивается, зачем же опять здесь нужно делать что-то художественно рисовальное этому самому дизайнеру. То есть, получается, что, в общем, все миссии, которые делает дизайнер, формально говоря, они не требуют рисования. Это такой промежуточный коварный тезис. Конечно, мы понимаем, что это все неправда, что он все-таки должен уметь рисовать. Как я сказал вначале, это очевидно. Но, тем не менее, смотрите, когда получается странная парадоксальная ситуация. Много чего должен уметь делать дизайнер, но рисовать вроде бы как он не обязан. Давайте подойдем к этому вопросу, подойти с другой стороны. Давайте попробуем решить вопрос, зачем, собственно, люди рисуют. То есть, мы столкнулись, мы оказались в тупике. Мы оказались в ситуации, когда понятно, что, в общем, дизайнер, сходя из того, что я сейчас здесь написал, да, из того, что я вам рассказываю, не должен, абсолютно не обязан уметь рисовать. Давайте подойдем с другой стороны, посмотрим, что, зачем люди рисуют. Это у нас второй такой вопрос. Значит, ну, здесь ответы тоже достаточно, мне кажется, очевидны, да, с которыми мы можем справиться. Вам не темно? Вам там удобно писать, да? Если что, я могу просто свет включить. А, у вас там. Хорошо. Анна, я рад, что у вас светло. Это прекрасно. Вот. Так вот, зачем же люди рисуют? Очевидно, что первый ответ, да, на этот вопрос заключен в том, что люди рисуют для того, чтобы творчески самореализоваться. Правда? Ну, понятно, что на этот вопрос существует много ответов, но мне кажется, что это самый первый ответ. То есть у любого человека есть потребность творческой самореализации. Со школы мы с вами знаем, да, что любое занятие, к любому занятию можно подходить творчески. Это, естественно, это нормально. И дрова колоть тоже можно творчески. Другое дело, что понятно, что есть некоторые потребности, которые в одной работе лучше реализуются, в другой хуже реализуются. В этом смысле, в общем, люди приходят рисовать для того, чтобы творчески реализоваться. Вот у меня курс по рисунку, и довольно часто люди приходят именно, вот прям честно формулируют это таким образом. Говорят, я работал там 30 лет экономистом, но мне это хорошо, мне нравится эта работа, но она не дает творческого удовлетворения. Я творческий человек. Понятно, что девушки, женщины в основном приходят с таким тезисом, да. Это нормально, это естественно. Поэтому творческая самореализация – это, в общем, первое, на что я бы обратил внимание, как на ответ, да, вот на этот вопрос. Зачем еще, собственно, человеку нужно было бы порисовать? Ну, второй ответ, мне кажется, тоже достаточно очевиден. Это для того, чтобы, просто говоря, фиксировать действительность, фиксировать реальность. Раньше, когда не было в стародавние времена, когда не было фотоаппаратов, когда не было мобильных телефонов, да, с встроенными камерами, когда не было, собственно, никаких камер вообще, люди рисовали, да, для того, чтобы зафиксировать какие-то события действительности. Какой-нибудь там Никлух Маклай, да, когда ездил по миру, понятно, что он фиксировал то, что он видел, да, то есть зарисовки – это была такой естественной чертой человека. Но надо вам сказать, что зарисовки – это способ фиксации действительности, который, конечно же, мы с вами понимаем, существует отлично и по сей день. Почему? Потому что ручной рисунок, он всегда ценится, и в нем есть всегда элемент вот этого самого человеческого живого такого внимания. Я могу привести пример немножко из другой области, но для меня он в свое время был очень такой поучительный. Я когда-то работал на киностудии «Союзмультфильм», мультики рисовал, было в моей практике и такое. И я когда работал на киностудии «Союзмультфильм», мы рисовали от руки наши советские замечательные всякие мультики, и этот процесс невероятно сложный, кропотливый, ручной, там очень много тяжелого ручного труда, такого очень требующего невероятности средоточенности, который к тому же, к сожалению, не дает идеального результата. То есть нарисовать так, как машина, например, там какой-нибудь робот нарисовать, мы от руки все равно не сможем, потому что человеческая рука немножко вибрирует. И вот я там работал, работал, и однажды к нам поступил заказ от Американской ассоциации, собственно, футбола, американского футбола для, ну, от одной из команд, точнее сказать, для того, чтобы мы сделали им заставку. Ну, у каждой приличной команды, у нее есть свой там рекламный ролик, да, там такая заставка красивая, что-то там вылетает, выпадает, ну, как положено, там какие-то крылышки появляются. И нам из Америки на «Союзмультфильм» припоступил заказ на создание вот этого коротенького мультика, да, рисованного, с рекламой этой команды. И когда я поинтересовался у одного из руководителей этого проекта с нашей стороны, мол, дескать, зачем это было сделано, ответ был достаточно такой обескураживающий, но, в общем, я его понял. Ответ был такой, собственно, понимаешь ли, и сказали мне, конечно, у них существует полностью автоматизированная и роботизированная, там, диснеевская студия. Есть много студий, которые все это делают на компьютерах и делают это дешево, да. Можно было предположить, что у нас, допустим, там, дешевая рабочая сила, да, и они как в Китае, извиняюсь за Китай, у китайских братьев, да, но тем не менее. Ну, как дешевую рабочую силу использовать, да, чтобы, так сказать, меньше платить, но оказалось, что дело не в этом. Оказалось, что они хотят, чтобы рисунок был именно дрожащий, чтобы он был ручной, что вот этот вот механический, такой, знаете, идеально выверенный рисунок, он сух, он для глаза воспринимается, как нечто такое механистическое. И в этом смысле они специально отправились на советскую студию, тогда еще она была советская, было очень давно все, и заказывали это все там, где это делается вручную, и платили дороже для того, чтобы было вот это, знаете, вот такое, ну, дыхание жизни в каждой вот этой отдельной картинке. Это я к тому, что для современного человека возможность фиксации изображения с помощью рисунка остается очень актуальной, да, и не случайно существуют и художники, которые все это зарисовывают, да. Ага. А можно все-таки взять вот подсветительность? Я пишу, да. Вот, тут хороший проект, яркий, поэтому все это хорошо видно. Уважаемых фигнористов Ивановны, я надеюсь, стало еще светлее, потому что мы включили свет. Анна, вам стало светлее? Я волнуюсь, чтобы вы не оказались в темноте. Да, вот, прекрасно, ура. Ну вот, значит, то есть, соответственно, фиксация действительности вручную – это очень важная часть современного культурного процесса, да, и, собственно, есть художники, которые, собственно, этим и занимаются. У меня есть курсы по скетчинг, есть такая штука, называется скетчинг, да, для дизайнеров. Это специальное направление, в котором люди совершенствуются именно в быстрых зарисовках, в таких зарисовках, которые визуально, внешне выглядят очень бегло, инорскажется, что они сделаны буквально там за 30 секунд, но это, на самом деле, плод, да, такого очень сложного, большого труда. Да, и в этом смысле такая очень действительно важная вещь. Но помимо вот этой вот творческой самореализации и помимо вот этой идеи фиксации действительности, существует еще и третья вещь, которую скрывать уже просто нет смысла, просто нет возможности. Мы с вами должны признать одно очень важное обстоятельство, что рисуют люди с детства. Никто никогда не задумывался, почему в школьных предметах есть рисование. Ведь странно представить, вроде бы, да, что все люди прям поголовно, да, они являются талантливыми, и надо всех обязательно, да, учить рисовать, чтобы они стали все ревантами. Нет, такой задачи нет ни у кого. Но рисование является очень важной частью учителяного процесса. Это вот вам подтвердят, собственно, педагоги и те, кто имеет к этому отношение. Потому что рисунок развивает, собственно, наблюдательность, да. Когда мы рисуем чего-нибудь, мы невольно начинаем развивать свой мозг, да, мы развиваем свое представление об окружающей действительности. Мы с вами развиваем зрительную память, что чрезвычайно важно, собственно, в любой повседневной жизни, да. Для того, чтобы что-то нарисовать, нужно зрительную память активизировать, да, нужно, собственно, создать устойчивую связь. Вы просто вдумайтесь, какой сложный процесс происходит, когда человек начинает что-то рисовать. В мозгу, в памяти всплывает какой-то объект, какой-то образ, да, он из памяти переходит в область нашего сознательного, да, такого осмысления действительности. Мозг дает команду руке, и рука, да, повинуясь тому, что еще не существует, да, вот этому воображаемому рисунку, да, она должна точно его воспроизводить и будет получаться, собственно, какое-то изображение. То есть сам процесс рисования, вероятно, сложен с такой физиологической точки зрения. Поэтому, да, пространственное представление, да, о том, что нас окружает. Собственно, то, что называется креативностью, то есть умение придумывать, умение генерировать какие-то новые решения, новые нестандартные, нетривиальные решения, это все тоже развивается с помощью того самого рисования. Ну, и, наконец, такие простые вещи, как, там, точность движения, да, такое чисто физиологическое точность движения. Наконец, образное мышление. Мы ведь с вами должны понимать, что человек мыслит двумя способами. Мы не знаем, задумывались ли когда-нибудь об этом или нет. Вот, моторика говорит, Анна, да, она чувствуется знаток всяких вопросов с этим связанным. Ну, конечно, моторик, Анна, это так и есть, совершенно верно, не могу просто не согласиться, спасибо. Так вот, все вот эти вот вещи, да, они все возникают благодаря вот этому самому рисованию, благодаря такому простому, хоть бы, виду деятельности. И это я даже не вижу, честно говоря, необходимости на какие-то такие вот отдельные красивые пункты разбивать. Да, это я вот прямо вот написал одним таким вот огромным, огромным пунктом, потому что они действительно развивают и наблюдательность, и зрительную память, и образное мышление с воображением. Это, ну, так вот я кратенько, да, что называется, перечислил те пункты, которые здесь должны быть перечислены. И точность движений, и массу-массу-массу всего другого, что связано с таким общечеловеческим гуманитарным развитием. Вот в чем, собственно, история, да, вот почему, собственно, люди рисуют. Ну, и теперь давайте от этого вопроса, да, перейдем опять к другому, собственно, вернемся, да, к исходному нашему вопросу. И мне кажется, станет ответ достаточно очевиден, да, зачем, собственно, тогда, получается, дизайнер рисовать, да, в результате всего того, что я сейчас нарассказывал. Да, ответы на самом деле очевидны. И вы знаете, эти ответы не просто очевидны, они, вот я вам могу сказать по собственному опыту, понятно, что все, что я говорю, оно основано на моих собственных личных представлениях, на моем собственном понимании. Так вот, дизайнер, который не умеет рисовать, он не может ясно мыслить, вот просто говоря, да, у него нету ясного визуального представления, у него в голове каша, если так говорить, совсем просто и совсем вульгарно. Да, это человек, который, ну, нечто представляет, но как это будет реализовано, он не понимает. Какой смысл, да, что вообще можно хорошее придумать, если ты не понимаешь, как это будет реализовано. Это будет такая визуальная каша. Вы знаете, я вам скажу, приведу еще один пример, который часто, очень в последнее время часто меня это расстраивает. На занятиях появляется, когда я, ну, рассматриваю, у меня, собственно, занятия, вот на курсе, там, дизайн и рекламы, да, там, дизайн и реклама, второй полиграфический дизайн, допечатанная подготовка. На всех этих курсах люди делают какие-то творческие работы, да, которые я им предлагаю сделать, предлагаю задания, и они их приносят. И иногда бывает видно, что работа выполнена плохо. Ну, вот просто, ну, даже критиковать нечего, ну, человек вот просто, ну, плохо это сделано без нужного понимания. И я всегда задаю такой вопрос. Я, честно говоря, всегда очень боюсь обидеть человека, потому что я же не всеведущий, да, я не могу знать все. Вдруг это какой-то такой замысел, который я просто не понял. Ну, я простой человек, да, я могу не понять. Поэтому я всегда очень осторожно спрашиваю человека. Скажи, говорю, пожалуйста, друг любезный, а что ты имел в виду вот под этой работой, да, вот каков замысел. И обычно, вот не поверите, вот в ста процентах случаев, мне это, я говорю, мне это, собственно, даже печально, лучше бы я ошибался. В ста процентах случаев, вот когда работа такая невнятная, да, человек обычно говорит, я не знаю, что, ну так, что, это вот, да, вот как-то было настроение, я и сделал. То есть отсутствие ясности мышления приводит к тому, что отсутствует ясность, собственно, создания, ясность образа, да. И здесь мы должны вспомнить о том, что дизайн по определению, то, что я сказал вначале, да, дизайн – это преобразование среды. Какое же может быть преобразование среды, да, какой же может быть новый объект, какое может быть удобство использования, если человек неясно понимает, зачем это нужно, зачем это нужно, как это используется, да, и что с этим можно делать. Поэтому, да, ясность представления – это принципиально важный момент, для которого нужно уметь рисовать, обязательно, без вариантов, однозначно. Второе, зачем нужно уметь рисовать – это, ну, если я уж не буду так долго это все расписывать, да, я как бы смысл передам. Второе, зачем нужно уметь рисовать – это надо видеть композицию. В художественных вузах, во всех приличных художественных вузах, даже на вступительных экзаменах, я уж не говорю про процессы обучения, существует три фундаментальных предмета, вокруг которых крутится все обучение. Это рисунок, живопись, композиция. Композиция – это искусство, собственно, комбинировать различные элементы, да, для того, чтобы получать эмоционально насыщенный ряд. Если наш предмет, да, объект дизайна, скажем так, ничего не выражает, если человек-потребитель, зритель, который им пользуется, никак эмоционально не затронут, то есть ему все равно, есть этот предмет или нет, если он не решает никаких задач, то опять спрашивается, зачем этот предмет нужен. Поэтому для того, чтобы это ясно понимать, вот это вот, собственно, композиционное решение, да, вот структуру, так сказать, объекта ясно видеть и представлять, конечно, нужно уметь рисовать, потому что рисунок – это с самых основ, да, это умение правильно строить композиции. Все преподаватели рисунка всегда толдычат одно и то же, от общего к частному, да, прежде чем рисовать, сделайте предварительный рисунок, эскиз на листе, скомпонуйте, да, правильное, выделите главное второстепенное, вот те, кто учился у меня на курсах, опять же, основу дизайна, не дадут соврать, да, потому что мы там изучаем разные правила композиции, там выделение главного, да, единство и соподчиненность, да, определенные там, ну, их там много этих, на самом деле, правил, и это все правила, связанные с умением рисовать. Если человек рисует ручками, вот буквально, не просто на компьютере, видите, на компьютере, вот я вам, извините, скажу такое слово грубоватое, на компьютере это все делать – это фигня, это малоэффективно, то есть прежде чем делать что-либо на компьютере, надо сначала научиться делать руками, потому что моторика наша так устроена, да, что когда мы рисуем с помощью мышки, да, на экране какой-то маленький квадратик, мы не чувствуем его пространственное расположение. Наша рука, которая лежит на этой мышке, она не ощущает его значение, да, вот его место на листе, мы мышкой двигаемся, да, вправо-влево, так сказать, так вот скребя ей по столу, да, и вот только когда перед вами лежит реальный большой лист бумаги, да, вы, двигая рукой, вы понимаете, что вы двигаетесь вправо-влево, то есть вы чувствуете руками эту композицию, и от этого понимания композиции, собственно, направляется прямо в мозг. Поэтому надо уметь рисовать именно от руки и именно на бумаге для того, чтобы заниматься всеми этими вещами дизайнерскими. Третья вещь, да, в рисунке, как мы с вами, я думаю, представляем, знаем, существуют некоторые выразительные средства. Главное выразительное средство рисунка, графики, да, это, конечно, штрих, и я думаю, не надо долго рассказывать и пояснять, что когда мы с вами создаем рисунок и пользуемся этим штрихом, мы можем передать с помощью штриха все, что угодно. Эмоции, светотень, пространственные особенности, да, что, что ближе, то, что дальше, то, что темнее, то, что светлее, да, фактуру, качество различных предметов, это все передается с помощью штриха. То есть, соответственно, мы с вами, давая команду мозгу, да, то есть, извините, от мозга руке, да, мы с вами создаем максимально выразительный образ. Я вот вам скажу по другому еще курсу, который я веду, вот я веду курс, я уже сказал, по фотографии, да, невероятно заметно, когда приходят люди, умеющие рисовать. Вот человек, не умеющий рисовать, он, например, фотографирует какой-нибудь там пейзаж, да, и он видит, ну, он видит свет, он видит зеленую травку, он видит там, я не знаю, на переднем плане, там, не знаю, темную землю, да, а вдали синее небо. Окей, это все хорошо, это классно. Человек, умеющий рисовать, он видит, и главное, не просто видит, а он умеет это передавать, он чувствует это как очень важную вещь, которую нужно передавать. Текстуру камня, он видит там наздреватость, такую вот рыхлость вот этого кирпича, который там на переднем плане, да, он видит вот эту шелковистость травы, он видит совершенно по-другому. То есть, умение рисовать, да, ведь когда человек рисует, посмотрите, он травинку рисует, он должен сидеть полчаса, вот как бы наблюдая за этой текстурой, пытаться рукой воспроизвести. То есть, ты чувствуешь мир так, как никаким другим образом не почувствуешь. И поэтому то, что называется образной выразительностью рисунка, да, вот этой вот, собственно, драматической выразительностью рисунка, это все тоже возникает тоже из умения рисовать. Вот что такое, да, рисование для дизайнера. То есть, оно выводит его просто на принципиально новый уровень. И, наконец, опять же, тут можно долго расписывать, я надеюсь, мой пафос и мои тезисы вам понятны, да, я еще через четвертый могу здесь ввести тезис, который тоже, мне кажется, совершенно очевиден. Дело в том, что рисуя, тем более рисуя с натуры пространственные объекты, строя, как мы с вами понимаем, художники, они так карандашиком любят все строить, мерить, да, искать какие-то соотношения, они понимают еще и пространственные, и светотеневые особенности объектов. Вот что еще очень важно. Какое чудовищное количество плохой рекламы. Ну, я во многом дизайнер рекламный, дизайнер, связанный с фирменным стилем, да, с обработкой каких-то изображений в каком-то фирменном ключе, поэтому я это вижу очень много, поверьте. Сколько дизайнеров, которые не умеют и не понимают, что такое тень. Вот многие дизайнеры, еще не умея рисовать, они занимаются дизайном в фотошопе. Хотя это, конечно, не очень вообще все правильно, но тем не менее, есть даже у нас такой курс, честно говоря, который называется «Графические дизайны», и этот курс построен на работе в фотошопе. И в фотошопе, как может быть кто-то из вас знает, из присутствующих, есть такая штука, которая называется «эффекты слоев». Там всякие тенюшки, эффекты выпуклости, такие, знаете, смешные маленькие штучки, которые начинающие дизайнеры любят использовать для красоты, для украшательства. Это, друзья мои, простите, но это чудовищно. Это неправильно, это нехорошо. Так делать нельзя. Друзья, заклинаю вас, пожалуйста, никогда так не делайте, потому что вот эти все вещи – это средства беспомощности дизайнера. То есть, когда дизайнер не знает, что еще придумать, как отделить, например, текст от фона, когда он не понимает, как это сделать выразительно, как это решить композиционно, он начинает применять все эти дурацкие, простите, опять же за группое слово, штучки, которые, ну, как ему кажется, решают эту проблему. Они ничего совершенно не решают. Они просто создают лишнюю такую мельчишную, лишнюю рябь. Поэтому, да, собственно, вот это вот отсутствие понимания светодиеневых и пространственных особенностей – это тоже, да, характерная особенность людей, которые не умеют рисовать. А я, собственно, как раз уже и заканчиваю. То есть, вот это вот четвертый тезис, который у нас здесь есть, понимание пространственных и светодиеневых особенностей – это тоже та причина, по которой нужно уметь рисовать дизайнеру. Вот, собственно, и все. Это вот те принципиальные вещи, которые существуют. Мне кажется, они объективны. И вот мой ответ на них именно такой. И в завершении всего этого, всей этой, как бы, моего монолога, да, вот об этом, который я, надеюсь, искренне вас как-то, ну, если не то, чтобы убедил, но хотя бы подвинул, да, в этом понимании, я вам хочу рассказать одну историю из моей собственной практики. Я однажды работал копирайтером в одном крупном издательстве. Ну, копирайтер – это человек, который, как бы, имеется в виду, что он примирает, да, генерирует какие-то решения, какие-то идеи. Мне стало интересно, я подумал, что еще рисовать, пусть за меня рисуют другие, и побуду-ка я копирайтером. Я пошел к копирайтерам. Я придумывал, сидел, генерировал какие-то рекламные слоганы, рекламные идеи. И, в частности, однажды, когда была какая-то осенняя подписная кампания, я придумал какой-то такой слоганчик. Ну, я, честно говоря, уже не помню его дословно, но смысл был такой, что там цены падают, выгода растет. Ну, грубо говоря, да, такая вот незатейливая мысль. И в качестве, поскольку это была осенняя подписная кампания, я придумал такой образ, что, значит, такая веточка дерева, яблони. И сейчас хлопнет. Веточка яблони. С этой яблоневой ветки срывается вниз, падает яблочко, на котором написано там, ну, грубо говоря, 10%. Да, имеется в виду, что цена падает. Вот у меня был такой образ. Представляете, все карандашиком так навалякал, а внизу такая большая корзина, да, в которой это яблочко тоже падает, и там эта горка, она так, соответственно, увеличивается. Нет, не полбу. Это хорошее предположение, креативненькая вполне идея. Но полбу, в общем, тоже может, был бы там кого-нибудь треснуть. Но, в общем, у меня была идея такая попроще. Ну вот, я это придумал, и дальше логика работы была такая, что я как копирайтер это придумал, отдал начальнику отдела, начальник отдела все завизировал, проверив, нет ли там какой-нибудь неприличности, и отдал на работу в дизайнерский отдел. Я тогда с ним еще был плохо знаком. И мне спустя два дня работы этих самых дизайнеров пришла картинка, от которой мое художественное сердце, а я, понятно, делал человек рисующий. Почему я так гордо об этом рассуждаю, что, мол, дескать, надо уметь рисовать. Потому что сам, конечно, я это умею делать, как я надеюсь. Вот. Так вот, мне через два дня из дизайнераского отдела пришла безобразная, чудовищная картинка, которая вся была сделана из клепарта. То есть некий человек взял в фотошопе синий фон, он взял откуда-то из там Яндекс-картинок изображение яблока, повесил его в пространстве в воздухе, такое оно висело в пространстве, да, от другого дерева была взята яблони, внизу из совершенно другого клепарта, другой, другого цвета, другой текстуры, другого характера была взята корзина с яблоками. Все это посередине было написано шрифтом ареал, ну или каким-то ужасным, чудовищным, неподходящим шрифтом. Потом был написан, вот этот мой текст, скучно, серо, и так он прям посередине. То есть формально все было правильно, но по сути это было чудовищно, это было безобразно. И я, вы знаете, я уволился из этих копирайтеров, потому что я сказал, что, ребят, знаете что, давайте-ка я сам лучше все это буду рисовать. Потому что человек, который это делал, он просто не умел рисовать. Это я потом это узнал. Оказывается, там, в этом издательском доме, была такая идея, что дизайнер, это как раз вот рисовал, это человек, который, ну как вот, собирает, он так вот, ну как конструктор, да, из кусочков собирает изображение по моей идее. Но лучше бы он этого не делал, потому что он не понимает, что такое светотель, не понимает, что такое объем, он не понимает, что такое стремительность этого падения. Он творчески к этому не подходит. Он просто не умеет рисовать. Вот на этой, собственно, трагической, может быть, ноте, да, я и хотел бы закончить сегодняшнее повествование. Ну, собственно, тезис понятен, да, тут, я думаю, не нужны никакие дополнительные объяснения. Друзья, приходите, порисуем, да, есть курсы, есть курсы первого уровня, есть курсы второго уровня, да, там рисунок человека и персонажа, сейчас этот курс новый появился. Да, есть курс, связанный с техническим мастерством, с рисованием, там, текстуры и так далее, и так далее. Есть курсы по основам дизайна, есть курсы по дизайну рекламы, в конце концов, есть курсы по фотографии. Друзья, на всех перечисленных и прочих курсах буду рад вас видеть. Мы в мастеринге, и нам там тоже влезаем чуть-чуть, да, но я сам почувствовал, что действительно надо как-то более, так сказать, глубоко рассмотреть на это. Потому что одно дело кодируют программу, другое дело изображение. Конечно, это разные совершенно задачи. На здоровье, Евгений, всего вам хорошего, да. Всего доброго. До свидания. Угу.